Торжество победителя Рассказ отставного калерского регистратора В пятницу на Маслиной все отправились из Блиды к Алексею Ивановичу Козулину Козулины вы не знаете, для вас, быть может, он ничтожество, ну для нашего же брата, не парящего высоко под небесами Он велик, всемогуч, высокомудр Отправились к нему все, составляющие его, так сказать, подножия Пошел и я с папашей Блины были такие великолепные, что выразить вам не могу, милостивый государь Пухленькое, рыхленькое, рубяненькое А возьмешь один, черт его знает, обогнешь его в горячее масло, съешь, другой сам в рот лезет Деталями, ароментами и комментариями были сметана, свежая икра, семга, тертый сыр Вин и водок целое море После блинов осетровую уху ели, а после ухи куропаток с подливкой Так укомплектовались, что папаша мой тайком расстегнул пуговки до животе И, чтобы кто не заметил всего либерализма, накрылся салфеткой Алексей Иванович, на бровах нашего начальника, которому все позволено, расстегнул жилетку и сорочку Возле обеда, не вставая из-за стола, закурили с дозволения начальства сигары и повели беседу Мы слушали, а его превосходительство, Алексей Иванович говорил Сюжетцы были все больше ювалистического характера, масличного Начальник рассказывал и, видимо, желал казаться остроумным Не знаю, знал ли он что-нибудь смешное, но только помню, что папаша ежеминутно толкал меня в бок и говорил Смешал Я раскрывал широко рот и смеялся Раз даже звизнул от смеха, чем обратил на себя всеобщее внимание Так, так, зашептал папаша Молодец, он глядит на тебя и смеется Это хорошо, может, в самом деле даст тебе место помощника письмоводителя Мда, сказал, между прочим, Козулин, начальник наш, пыхтяя, дуась Теперь мы блины кушаем, наисвежайшую икру потребляем жену белотелую ласкаем А дочки у меня такие красавицы, что не только ваши, братья, смиренная А даже князя и графы засматриваются и вздыхают А квартира, а то-то вот Не ропщите, не сердуйте, и вы, покуда до конца не доживете Все бывает, ну и всякие перемены бывают Теперь положим ничтожество, ну, льцаритка, изюмелька А кто знает, может быть, со временем и того Судьбы человеческие за вихор возьмешь Все такое бывает Алексей Иванович помолчал, покачал головой и продолжал А прежде-то, прежде, что было, а? Боже, ты мой, памяти своей не веришь Без сапог, рваных старишках, со страхом и трепетом За целковой бывалой две недели работаешь Да не дадут тебе этот целковый, нет А скомку да в лицо бросят, лопай И всякой тебя раздавить может, уколоть, обухом хватить Всякой конфузить может Идешь с докладом, глядишь, а у дверей собачонка сидит Подойдешь ты к этой собачонке за лапочку, за лапочку Извините, мол, что мимо прошел С добрым утром, а собачонка на тебя Швейцар тебе локтем толк А ты ему Мелких нет, Иван Потапыч, извинитесь А больше всего я натерпелся и поношение разных вынес От этого вот сега копченого От этого вот крокодила Вот от этого самого смиренника От курицына И Алексей Иванович указал на маленького сгорбленного старичка Сидевшего рядом с моим папашей Старичок бегал утомленными глазками И с отвращением курил сигару Обыкновенного никогда не курит Но если начальство предлагает ему сигару То он считает неприличным отказываться Увидев устремленный на него палец Он страшно сконфузился И завертелся на стуле Много я претерпел По милости этого смиренника Продолжал Козулин Я ведь к нему, к первому под начал попал Привели меня к нему смиренникова Сиденького, ничтожникова И посадились за его стол И стал он меня есть Что ни слова, то нож острый Что ни взгляд, то пуля в грудь Теперь, теперь-то он червячком глядит А прежде что было Нептун Небеса, разверзися Долго он меня терзал Я и писал ему И за пирожками бегал Перья чинил Тещу его старую по театрам водил Всякие угождения ему делал Табак нюхать выучился Да, а все для чего? Нельзя, думаю Надо, чтоб табакерка при мне Постоянно была одна случай Ежели спросит Курицын, помнишь? Приходит к нему однажды Моя матушка поконится И просит его старушечка Чтобы он, сынка, меня То есть на два дня К тетушке отпустил Наследство делить Как нагинется на нее Как вытрещит бельмы Как закричит Да он у тебя лентяй Да он у тебя дармоед Да чего ты, дура, смотришь Под суд, говорит, попадет Пошла старушечка домой Да и слегла Заболела от перепугу Чуть не померла в ту пору Алексей Иванович Вытер глаза платочком И залпом выпил стакан вина Женить меня на своей собирался Да я на ту пору К счастью, горячкой заболел Полгода в больнице пролежал Тот, что прежде было Вот как жевали А теперь А теперь я Я над ним Он мою тещу в театре водит Он мне табакерку подает И вот сигару курит Ха-ха-ха Я ему в жизнь перчику Перчику Курицын Чего извольтесь? Спросил Курица Доставая и вытягиваясь в струнку Трагедию представь Слушаю Курицын вытянулся Нахмурился Подел вверх руку Скорчил рожу И пропел сиплым Дребезжащим голосом Умри, веролупная Крови Сейчас жду Мы покатились с оспеху Ха-ха-ха-ха Курицын Съешь этот самый кусок хлеба С перчиком Сытый Курицын Взял большой кусок Ржаного хлеба Посыпал его перцем И сжевал при громком смехе Ха-ха-ха-ха-ха Всякие перемены бывают Продолжал Козулин Сядь, Курицын Когда встанем Пропоешь что-нибудь Тогда ты А теперь я Да Так и померла старушечка Да Козулин поднялся И покачнулся А я Молчок Потому что Маленькой Серенький Учители Варвары Быть мне помощником Письмоводителя Антон Павлович Чехов Торжество победителя Читал Джохангир Абдулаев 15 августа 2022 год Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...